Слава Изгнанием из московского клуба Слава обернулась для двух грузинских рэгбистов демонстрация поддержки народу Грузии. Теперь Ревазу, Бродзели, Исаби и Осилиани придется делать спортивную карьеру где-то в другом месте. Пример того, как следует поступать с еврогрузинами за русофобские выходки показало руководство московского рогбийного клуба Слава. Оно разорвало контракт с игроками, которые позволили себе жест в поддержку антироссийских демонстраций в Грузии. Вот так выходка Иосилиани и Бродзели выглядела на поле. Никита Скачко был. По-моему, вот такая вот результативная ошибка получается. Этот жест, означающий обвинение в адрес России в так называемой оккупации 20% территории Грузии, часто демонстрировали участники беспорядка в Тбилиси. Вот как он выглядел в оригинале. Чтобы было понятно, что это именно тот жест, вот ссылка на инстаграм бывшего зятя Никиты Михалкова, снявшего прославляющего террористов антисоветскую агитку «Заложники» Резо Гегиниишвили. После войны 2008 года я поехал со своей съемочной группой в Грузию снимать картину «Любовь с акцентом». Даже тогда, несмотря на послевоенное время, на шок и стресс, который в Грузии испытали люди, я не помню, чтобы мои русские коллеги почувствовали бы дискомфорт. Тогда в очередной раз я поразился достоинству моего народа. Уверен, что думающие люди не верят в русофобию Грузии. Думающие люди не смотрят ту дрянь, которую снимает за счет российских бюджетных денег Гегиниишвили. И думающие люди видят, что этот крякл не написал ни слова о шоке и стрессе россиян от убийства достойными грузинами наших миротворцев и мирных осетин. Кстати, именно он снял рекламировавшую отдых в Грузии киноподелку «Любовь с акцентом», за музыку для которой заплатили русофобки Нино Катамадзе. Это к вопросу о том, как неплохо богемные еврогрузины приспособились в России. А вот рэгбистам, о которых идет речь нынче, приспособиться уже вряд ли удастся. Бразили сказал грузинским журналистам, что жестом была выражена поддержка народу Грузии, а не политикам. Однако жест сочли политическим и антироссийским, отметил он, комментируя разрыв контракта. Жест сочли антироссийским совершенно правильно, потому что народ Грузии, которому якобы выразили поддержку рэгбисты, как-то заминает неудобную тему насчет этнических чисток, которые этот самый народ пытался устроить в Абхазии и Южной Осетии. Этим чисткам выразили поддержку рэгбисты? Ну так пусть едут играть в Тбилиси. И неплохо, чтобы туда же убрался публикующий этот жест в инстаграме Гегиниишвили. Он, к сожалению, российский гражданин, и выслать из нашей страны его нельзя. Но зато его можно лишить возможности получать бюджетное финансирование бездарных, а то и попросту вредительских картин, которые кропает этот креаков. Я напомню, что писали наши сограждане по поводу упомянутой ленты «Заложники». К выходу фильма «Гегиниишвили. Заложники» о лиричных, интеллигентных и тонко чувствующих террористах, захвативших лайнер в Тбилиси в 1983 году, имею сказать вот что. Терроризм объективно очень хреновое в моральном смысле преступление, но конкретно мальчики-мажоры, захватившие тбилисский лайнер, даже на общем террористическом фоне были невероятные скоты. Двух пассажиров и двух членов экипажа они застрелили сразу же. Те не то, что не сопротивлялись, мама сказать не успели. Когда они поняли, что дело идет как-то не по плану и летчики заперлись в кабине, они начали просто со злости избивать стюарды с руками и рукоятками пистолетов. Причем жесточайше. Валентину Крутикову в итоге после истязаний застрелили. Ирина Химич выжила потому, что когда ей окончательно разбили голову, она прыгнула на бетонку. А стала инвалидом на всю жизнь, повредила позвоночник. Потом эти уроды пассажиров даже в туалет не отпускали. Когда альфовцы зашли на борт и повязали бандитов, самолет смердел, как бочка золотаря. Главное, все это всеобще не было нужно. Террористы были детьми местной номенклатуры, выездные. Они могли убежать из СССР просто и банально в качестве туристов. Но им требовались именно шум и драма, чтобы сойти за политических беглецов. То есть это человекоубийство, захват заложников, пытки бортпроводниц. Это все затевалось только ради того, чтобы покинуть СССР с шумом и громом. Свой расстрел эта сволочь заслужила с запасом. И вот теперь московский крякал Гигини Ишвили, снявший кино в оправдании омерзительных детишек тбилисской номенклатуры, показывает нам в инстаграме жест в поддержку грузинских националистов. Тот же жест, за который двое еврогрузин уже выперты из московского рэгбийного клуба. Я искренне благодарю руководство клуба «Слава» за то, что оно показало, как следует поступать с демонстрирующими русофобию еврогрузинами. Надеюсь, этот опыт будет безжалостно применен не только к Катамадзе, но и к бывшему зятю Никиты Михалкова, да и вообще ко всем, кто позволит себе вякнуть хоть слово про так называемую российскую оккупацию 20% Грузии.